Итак, ЦСКА «Спартак» в финале Кубка Первого канала. И на протяжении наших комментариев, наших репортажев мы говорили о высоком уровне этого турнира. И вот еще одно подтверждение этого тезиса. Судит сегодняшний матч один из лучших арбитров не только в Европе, но и в мире. 38-летний словак Любеш Михел. Вся бригада из Словакии. Сразу скажу, что помогают Любешу Михелу Томаш Мокош, Томаш Самолани. И резервный четвертый арбитр тоже Словак Ричард Труц. Капитаны, капитаны команд сейчас о чем-то мило беседуют с Любушем Михелом. А мы представляем вам составы ЦСКА и «Спартака». И начинаем с «Спартаковцев». Они сегодня номинальные гости. Итак, Дмитрий Комич вратарь. Первый номер. Третий номер Мартин Штранцель. 13-й Мартин Геранек. 49-й Роман Шишкен. 5-й Моцар. 9-й Егор Титов. Он капитан команды. 15-й Радослав Зовач. 21-й номер Квинси. 23-й Владимир Быстров. 27-й Сергей Ковальчук. И 10-й Роман Павлюченко. Главный тренер Владимир Фитотов. Он на ваших экранах. 64-летний тренер московского «Спартака». И сборная. Мысль уже о сборной. 7-го февраля матч с голландцами. В ЦСКА вратарь. 25-й номер Игорь Акинфеев. 4-й Сергей Игнашевич. Капитан команды. После травмы он восстановился снова в составе. 24-й Василий Березуцкий. 23-й Алексей Березуцкий. 22-й Евгений Алдонин. 25-й Элбер Рахимич. Дуду под 20-м номером. Милош Красич. 17-й. 18-й Юрий Жирков. И его травма оказалась не столь серьезной. 11-й номер Вагнер. И 10-й номер Жо. Главный тренер Валерий Газаев. 52 года. Валерий Георгиевич. Кстати, вот в запасе у ЦСКА я сразу посмотрел. Всего 6 игроков. Хотя, в принципе, заявлять можно семерых. И так мяча. Армейцы начинают с центра поля. Повторяю, очень престижный приз. И если в прошлом году тренеры и сами футболисты как-то в основном говорили, что Кубок Первого канала это такой подготовительный турнир к сезону, то сейчас все чаще и чаще слышны слова о престижности и самоценности самого турнира. Но вот Алдонин получает мяч, бьет поворотом. И Жедор, Торбинский, Сабитов, Бояренцев, Клиниченко и Баженов. Но, внимание, Вагнер бьет. Бил в дальний угол. И браво, браво Хомич. 12-летний атакующий полузащитник юношеской сборной Бразилии. Может быть, он сегодня и выйдет на поле. Жирков хорошо разобрался с Шишкиным. Идет, входит в штрафную. Подает. Ой-ой-ой-ой-ой. Сначала промахнулся Вагнер. Посмотрим. По-моему, был промах. По-моему, он не пропускал мяч. Умышленный ножок. А4 защитника. И мы видим, что и Шишкин идет вперед. И Штранцель. И вот он навешивает. Ох, в акробатическом прыжке Быстров. Ну, посмотрим, что будет дальше. Титов рядом с Титовом Павлюченко. Павлюченко бьет. Хороший удар. Добить. И Быстров бьет высший ворот. А, бесспорно, Спартак очень-очень хочет выиграть этот матч. Квинси не упустил мяч. И пас делал Игнашевич. Ковальчук. И снова Игнашевич. Игнашевич прихрамывает. Как здорово все делает Павлюченко, но блестяще. Блестящий Акин Киев, как кошка. В таком кошачьем прыжке поймал этот мяч намертво. И вот сейчас Россия уже взяла реванш. И осталось только выяснить, кто из двух, какой из двух московских клубов станет обладателем этого приза. Ну, если уж мы начали разговор о лучших бомбардирах, то вы, конечно, помните, какое было начало прошлого сезона в чемпионате России. И у нападающего ЦСК Жо забил он в итоге 14 мячей. За 17 мяч, 14 мячей. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Какой неожиданный совершенно удар. Неожиданный удар Дуду. И, вы знаете, было такое впечатление, что все, и прежде всего Хомич, среагировал на падение Вагнера в борьбе с Шишкиным. И как-то все посчитали, наверное, что сейчас Михел назначит штрафной. Но ведь мяч-то остался у армейцев. И Дуду, по-моему, с носка просто пробил в угол ворота. Давайте посмотрим еще раз. Вагнер, вот смотрите. Стык такой. И как-то все остановились. И Хомич явно не ожидал этого удара. Вот еще раз, еще раз. Вот такое падение. Так, Яранок отворачивается. Ковальчук остается в стороне. А Дуду просто лупит в угол, и Хомич явно недоволен собой. Да, очень неожиданный гол. Очень неожиданный. Прыгал Василий Березуцкий. Рахимич. Отскакивает мяч к Жиркову. Жирков играет против Ковальчука. Навешивает. Ой-ой-ой. И Дуду едва не дотягивается до этого мяча. Да, потом Ковач выносит мяч на угловой. Но Жирков-Красич вроде бы на своих местах. Дуду отошел назад. Но посмотрим, когда дойдет дело до атаки ЦСКА, станет... Появится больше ясности. Штранцель. Титов. Похожая ситуация. Моцарт. Великолепный гол. Блестящий гол Павлюченко. И вы знаете, я снова отмечаю за эту ситуацию. Знаешь, как похоже. Михела. Дело в том, что в начале этой комбинации мы все увидим. Титов подставился. Титов подставился. И в общем был пол. И я видел, что Михел уже готов назначить штрафной. Но опытнейший славянский арбитр увидел, что мяч на фланге у Моцарта. И Моцарт в очень хорошей позиции для голеевого паса. Моцарт сделал передачу. Вот смотрите. Вот. Вроде фол. Но Михел не останавливает. Делает передачу. Моцарт, Акинфеев не выходит на перехват. Не выходит на перехват. Ну, может быть, и был далековато. И великолепно головой забивает мяч в падении Павлюченко. И здесь уже, конечно, Акинфеев спасти не мог. Ну что же. Вот так Павлюченко сравнивает счет на 59-й минуту. Полил Роману, сделал такой перехват. И Газаев ждал более тонкой передачи. Смотрите, как ушел от Шишкина Жирков. Отдал Рамону. Да. Вот блестящий, блестящий гол. Блестящий гол Рамона. Вот такой первый гол этого юного полузащитника в составе нового клуба. В официальном матче. И Валерий Газаев успокоился. Жизнь наладилась. Ну, Рамон благодарит небеса. А нужно благодарить, между прочим, Жиркова. Вы сейчас увидите, как Жирков прошел с Шишкина. К вопросу об игре Шишкина еще раз. И смотрите. И Красич, и Ранак остались не у дел. Вот она, бразильская техника, перед которой мы снимаем шляпу в очередной раз. Ну и Рамон все сделал очень здорово. Вот видите, этот юный полузащитник, а как все зрело сделал. Но когда техника позволяет, дело не в возрасте. Все, Рамон побежал к тренеру, бразильцу, тренеру по физической подготовке благодарить. Но, как мы об этом скажем, а тем временем с Титовым сейчас у мяча Павлюченко сюда же идет. Очень-очень опасно. Ну что же, вот смотрите, друзья мои, 82-я минута матча. ЦСКА выигрывает, опять выигрывает у московского Спартака. И шанс, шанс у Егора Титова. Титов разбегается, бьет. Но прыгает сразу целая группа бразильцев из стенки ЦСКА. Там и Дуду, и Жо кому-то в спину мяч попадает. Не воспользовались этой возможностью спартаковцы. Квинси, время для решающего штурма. Подача! Там сразу три человека, три спартаковца было. Но сложно, нет, нет продолжения. Армейцы выстроились у линии штрафной. Вот смотрите, как тут, что сделать. Ну посмотрим, вот за счет техники Торбинский обыграл Красича. Ой-ой-ой, какой рикошет! Да! За четыре минуты до конца рикошет помогает. Рикошет обманывает Игоря Кенфеева и помогает московским спартаковцам. Что? Давайте посмотрим еще раз. Павлюченко бил поворотом. Павлюченко бил поворотом. Четвертый мяч Романа Павлюченко. И 2-2. Вот смотрите еще раз. Подача. Бил. Смотрим еще раз. Бил. Егор Титов пьет. Видите, в прыжке Егор Титов выигрывает. У Игнашевича эту дуэль. Мяч попадает. По-моему, это не был удар по воротам Павлюченко. Мяч попал в ногу. Педро Павлюченко. Акенфеев дезориентирован. Но такой рикошет. Никаких претензий к вратарю. Еще 2-2. Четвертый мяч Романа Павлюченко. Вот это да. Вот это интрига. Центрополя. Но если считать 4 раза после забитых мячей. И 2 раза в начале матча. В начале второго тайма. Вот уже в седьмой раз начинают с центрополя. Сам идет дальше. И все-таки отдал Торбинскому. Торбинский комбинирует с Шишкиным. Не поняли. Не поняли друг друга. И выключился из игры Торбинский. Но увидел вовремя, что мяч был остановлен угловым флажком. По футбольным правилам. Мудрый Игнашевич. Смотрите. Мяча большую часть ворот закрывал Березуцкий. Ответ. Ну вот что называется на встречных курсах. Жо. Браво. Браво. Хомич. Сыграл просто блестяще. Парировать такой удар в броске руками было практически невозможно. У Хомича для этого не оставалось времени. Единственный вариант какие-то отрабатывать. Игнашевич игрок основного состава. Таранов проиграл борьбу. Вы знаете. Ой-ой-ой. Таранов проиграл борьбу Квинси. Квинси сделал передачу Егору Титову. И Титов пробил. Шишкин сыграл с Титовым. Снова Шишкин. Ему мешает Василий Березуцкий. Шишкин делает передачу Тарбинскому, который оказался в середине поля. Тарбинского никто не атакует. И удар. Отпускает мяч Акинфеев. Но вот чем хорош Акинфеев отпустить, то он мяч отпустил. Команды, наверное, лучше пенальти, чем пропущенный мяч в самом конце. Но, тем не менее, Квальчук получает мяч. Квинси. Квинси отдает Квальчуку. Квальчук. Ой-ой-ой. На дальнем, на ближнем к нам плане. Ох ты, видите. Бедняг Игнашевич. Пытается убежать от Алексея Березуцкого. Но пас у Титова получился слегка в сторону. Но это нарушение правил. Да, жестко. Ой, жестко играл Жирков. Против сейчас Квинси. Но это не повод для Квинси, чтобы вот так как-то отвечать. Но, собственно, ничего особенного там не было. Ой-ой-ой, это что такое? Торбинский сейчас покинет поле. Вот это да. Вот это да. Вы знаете, но перед этим Жирков сыграл жестко против Квинси. Был какой-то конфликтная была ситуация. Торбинский ответил. Ответил Жиркову за Квинси. Получил совершенно справедливо. Вот смотрите, что делает. Получил вторую желтую карточку. Вот для его команды. Короче, решил заменить Квинси вот в эти последние минуты. Накалинченко-Федотов. Может быть, он уже думает о послематчок в пенальте. Не знаю. Не знаю. Не будем придумывать за тренера Спартаковцев. Очень опасный штрафной удар. Ворот Хомича. Навес. Хомич не стал выходить из ворот. И Жо. Все тот же Жо. Прыгает очень высоко. Прыгает выше Яранака. И забивает важнейший гол ворота московского Спартака. В финале Кубка России. Жо забил два мяча спартаковцам. Сейчас он забивает мяч, который может стать решающим. Вот так, на последней минуте добавочного времени. Когда уже казалось, что все идет в серии после матча в пенальте. Удаление Торбинского. Нарушение на фланге. Подача. И мощно очень сыграл Жо. Это подача Жиркова. Голевая очередная передача Жиркова. Он подавал передачи справа. Фланга теперь слева. Яранак не смог противостоять Жо в этой борьбе в воздухе. Не вышел из ворот Комич. Оказался в какой-то полупозиции. Короче, такие множественные ошибки спартаковцев. А к ошибкам я причисляю вторую желтую карточку Торбинского. И наоборот, великолепная игра армейцев. Против Шишкина Жирков. Шишкин отыгрывает назад Ковальчуку. Пас и все. Любаш Михел. Его свисток фиксирует победу ЦСКА в этом матче. У Сабитова претензии к Михелу. Он ждал большего добавленного времени. Но какие могут быть претензии. Да, 3-2. Вот так точный удар Жо, вернувшегося после травмы в состав московского ЦСКА, решил судьбу этой встречи. В который раз этот бразилец забивает решающий мяч в играх за ЦСКА. Прекрасное приобретение. Жо вернулся в строй после травмы. Что ж, дорогие друзья, а я подвожу итог розыгрыша Кубка Первого Канала. Финал был его украшением. Были и другие отличные матчи. Был матч Спартак-Динамо-Киев. У Кубка Первого Канала бесспорно будет продолжение в следующем году. Все эти трансляции, естественно, были организованы и проведены Первым Каналом. Сегодня комментировал этот матч для вас Виктор Гусев.